Именно толкаем рэп в массы наши курские, пытаемся его развить полноценно, как в Москве, в Питере, чтобы город Курск отметился на карте хип-хопа, так же как Ростов, Чебоксар и Питер. В свои школьные годы они активно и капитально стараются подходить к делу. Но если у чернокожих братьев за океаном жизнь действительно сложна, бедность, расовая дискриминация, наши молодые рэперы проецируют их трудности на себя. Быть может это и лучше, что школьники задумываются о больших проблемах уже сейчас. Все основные песни мы делаем на компьютере, то есть у нас нет никакой аппаратуры, такие вот мы бедные. Да, в общем вот данная программа это Fruity Loops, в ней мы делаем именно звуки, по сэмплам их создаем, а потом в программе такой как Cased мы их сводим и получается хорошая, надеюсь, композиция. У нас есть чем, слава богу, похвастаться. Вот это наши медали, наши кубки, нами заработанные в разные года. Вот вы видите, вот это было... Там поближе 2003 год. Да, это 2004 год, наше первое место, это наши медальки, самые первые наши заслуги, это уже потом уже посерьезнее. Вот так вот. Разваливается. Ну да, вот так вот, старые-старые они наши заслуги. Что я могу сказать? Рэп и хип-хоп-движение развивается не только в квартирах самих рэперов, где они пишут тексты, сочиняют музыку, но и на R&B и хип-хоп-вечеринках, которые постоянно устраиваются в нашем городе. На одну из таких я сегодня попала. Что стоим? Пойдем. Сегодня в этом клубе Тем людям, которые танцуют в R&B и хип-хоп, и не нужен допинг, и не нужен безмерный доза алкоголя, в отличие от транс-вечеринок. Здесь люди танцуют сердцем, дышом и чувством ритма. Они не уважают фабрику звезд, любят красоту рифмованных строк и пытаются донести афроамериканскую культуру в российские массы. Последователи касты и многоточия не желают принимать мир таким, какой он есть, и надеются, что их тексты принесут ему перемены. Какие, время покажет.